Московский архитектурный институт. Историко-документальная выставка, где каждый камень – памятник героям. Экспозиция посвящена истории Сталинграда с 1924 года по 1967. Выставка открылась в год 80-летия победы в Сталинградской битве. Оборонительный этап Сталинградской битвы представлял собой тяжелейшие и кровопролитные бои в условиях городской застройки, где каждая улица, каждый дом были превращены в неприступные укрепления, а ежедневные вражеские бомбардировки с воздуха буквально стирали с лица земли целые кварталы. Грандиозная битва на берегах Волги в буквальном смысле разделила историю всей Второй мировой войны на до и после. Экспозиция разделена на несколько этапов и повествует о процессе становления Сталинграда в качестве одного из символов советской индустриализации, подвиге защитников города в период Великой Отечественной и послевоенным возрождения города. Название говорит само за себя, где каждый камень – памятник героям. Сталинград 1924-1967. Даты в названии не случайны, я дальше объясню. Скажу прямо, когда осмысливали концепцию этого выставочного проекта, казалось правильным сосредоточить внимание на послевоенном периоде, вот с 1943 года освобождения города и по 1954 год, тот временной отрезок, когда собственно был восстановлен город. Однако архивные документы продиктовали свою лоднику. Стало очевидно, что невозможно рассказать об истории восстановления города вне контекста его довоенного развития и уже, конечно, последующего увековечения памяти героев обороны Сталинграда. В экспозиции представлены ранее неизвестные широкой общественности документы, касающиеся послевоенного восстановления Сталинграда. От выработки городостроительной концепции города и отдельных его частей до проектов и эскизов Дворца Советов и других объектов. Участие в этой работе приняли лучшие творческие силы Советского Союза – Щусев, Иофан, Алабян, Вучетич. Для нас всех Сталинград – это прежде всего символ победы. Символ конкретной победы, но и символ вечной, той, которой мы стремимся и сейчас. Восстановление – величайшее достижение, одно из самых крупных достижений XX века в классической архитектуре, в восстановлении советской неоклассики. Едва ли не лучший ансамбль, который сделан. Действительно, вот перечислялись имена, это все люди, связанные с мархией. Представлены на выставке и полнотекстовые электронные копии архивных документов и экспонаты о создании мемориального ансамбля героям Сталинградской битвы и его центрального элемента – скульптуры «Родина, мать зовет». На открытии мемориала на Мамаевом кургане в 1967 году тогда генеральный секретарь Леонид Брежнев сказал, дословно не процитирую его фразу, но он сказал, если бы во время Сталинградской битвы плечом к плечу не стояли представители России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Казахстана, Средней Азии, то тогда и не было бы Сталинградской победы. Мы хорошо помним эти слова. Плохо, что братские народы Советского Союза начинают их забывать. Поэтому вот эта выставка, на наш взгляд, крайне своевременна. Многие документы, вошедшие в экспозицию, свидетельствуют, что восстановление города началось уже весной 1943-го. К середине 1944 года в Сталинграде были запущены 102 промышленных предприятия, на которых трудились 50 тысяч человек. Открывались школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры. В наши дни, когда всей страной восстанавливается и освобожденный Мариуполь, и другие города и поселки Донбасса и Новороссии, эта выставка является очень актуальной и, конечно же, уверена, она станет и таким знаковым и заметным событием в культурной жизни нашей столицы. Символично, что юбилей победы под Сталинградом совпадает со 150-летием великого советского архитектора Алексея Щусева. Он принимал участие в разработке плана восстановления Сталинграда и долгие годы преподавал в стенах мархи. Служба информации фонда История Отечества.